всем привет с вами ваш переводчик о слухам и сегодня у нас одна из моих самых любимых реакции наверное потому что в ней участвуют двое и это мама и сын также хочу сказать по поводу трансляции я планирую провести ее завтра то есть 29 декабря вечернее время я еще сделаю опрос чтобы вы могли выбрать удобное для вас время либо мы сделаем ее 30 вместе с аланом а может быть и завтра вместе с аланом в общем вся информация будет записи сообщества канала всем приятного просмотра как дела ребята ваш безумец на связи добро пожаловать на новую реакцию и сегодня мы собираемся сделать это снова моя мама будет делать реакцию на артиста которого я уже смотрю в течение длительного времени все знают его самую популярную песню ты наверное знаешь что это значит он будет петь на французском моя мама учила французский давай попробуем хорошо это слово означает землянин в беде это очень похожие языки многие французские слова используются в английском языке определенно согласен ну как то так как я сказал эта песня на французском и возможно тут будет перевод но в любом случае ты жучила этот язык и вероятно ты поймешь о чем тут речь хорошо ладно отлично я знаю что мы немного припозднились потому что ждали пока один человек примет душ потом мы полдня закупали продукты но я думаю ничего страшного сейчас мы посмотрим первую реакцию моей мамы на димаша она даже не представляет что ее тут ожидает я готов как насчет тебя я думаю думаю да отлично хорошо народ просто ликует предвкушение сердцебиение тишина почему я смеюсь почему я плачу молодая димаша голова черная реклама Оооо! Мне хочется закрыть глаза и слушать, как он поет. Это слово переводится как «высота», и он пропел его высоким голосом. Ну и? Что ты об этом думаешь? Я в шоке. Я впечатлена. Это что-то? Это что-то... У него такой голос. Такой бархатный голос, как только он начал петь. Такой возвышенный и легкий. И потом у него тотальный контроль. Абсолютный вокальный контроль. И голос такой красивый, такой плавный. А потом он идет вниз и поет, как настоящий баритон. Я о том же. Все в полном афиге. А сейчас он вроде бы поет своим естественным голосом. Это походу его настоящий голос, потому что здесь он звучит мощнее. В общем, он переключается с легкого, высокого голоса в более низкий тон и диапазон. Да он вообще поет все, что угодно. При этом сохраняя контроль, еще и придавая верную эмоцию. И это, знаете, тяжело. Да, это очень сложно сделать. Его вокальный диапазон настолько обширный, начиная с баритона и до самого верха. И при этом он даже близко не француз. Его французский. У него хороший французский. Он определенно владеет французским языком. У него наверняка хороший учитель. Или может он выучил его сам. Да, его учитель Игорь Крутой. Так его зовут. Не обращайте на меня внимания. Но как по мне, он выглядит точь в точь, как Джефф Безос. Это его учитель по музыке. Димаш сам из Казахстана. Он говорит на 12 языках. Да ты чё? Если я не ошибаюсь. Вау. В общем, он еще тот полиглот. И дело не только в том, что он не француз. А в том, что он очень дисциплинированный. Он часами сидит и изучает языки. Без сомнений. Сразу видно, что он поразительно талантлив. Но это еще ого-го, какой труд. И тут еще нужно быть осторожным. Потому что это голосовые связки. Можно надорвать это дело. И потом будут проблемы. Согласен. Согласен. У него классическое. У него классическое прошлое. Он обучался классической музыке. Да по-любасу. Вот это его голос. Я думаю, он разговаривает таким голосом. Прекрасный голос. Эта строка переводится как Я чувствую кое-что. Что влечет меня. Опять очень высоко. Влечение до такой высокой степени. Так же высоко, как он поет. И снова. О боже мой. Он поет. Он поет так отрывисто. Стаката. И опять на слове высоко он идет вверх. Ох, мать моя женщина. Я. Ты видел их моськи? О боже мой. Вау. Да вы что? Это уже просто издевательство. Да даже... Да даже девушка не сможет спеть так высоко. Да как тебе удается брать такие высокие ноты? Я удивлен, что там... Я просто... Я просто офонарела. Удивительно. Удивительно. Как он еще там все не поразбивал. Не говори. Это же такой пронзительный, высокочастотный крик. По чесноку, это мое самое любимое выступление Димаша. Хотя у него много потрясающих песен. А тут он немного успокоился. Ага. Почему я живу? Почему я умираю? Почему я смеюсь? Почему я плачу? Нет. Народ там в полном шоке. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Он будто хочет докричаться до Бога. Боже мой! Я о нем и говорю. Ну вот, да, хорошо, я аплодирую стоя этому парню. Этот парень, он человек, он точно человек, он точно с нашей планеты, с планеты Земля. При этом он довольно молод, он молодой, харизматичный, он настоящий артист, он знает, что делать на сцене. У него такой голос. Есть вообще что-то такое, чего у него нет? Точняк. Я думаю, у него нет девушки, вот чего нет, ему походу не до этого. Ясно. Так, это было опубликовано три года назад. Почти четыре года назад. Сейчас ему двадцать семь. В момент исполнения ему или двадцать три, или двадцать четыре. Он не принимает наркотиков, он много времени работает над собой, чтобы иметь такой вокальный диапазон. Понятно, что это не берется с воздуха. Он тренирует свои легкие, занимаясь плаванием. Правда? Знаешь, Фрэнк Синатра делал то же самое. Фрэнк Синатра тоже тренировал свое дыхание, и у него был полный контроль над своим голосом. И он звучал так плавно, будто совсем не дышал. Да? А у этого парня способность доставать любую ноту, иметь такой вокальный диапазон, который равен целому пианино. Я даже не знаю, сколько у него октав. Я думаю, там минимум шесть штук. Это минимум. Это ж абсурд. Хотя я слышала, что тут он поет только до баритона. Там не было баса. А может, он и басом может петь? Да даже и без него. У него недостаточно нот, которыми он может сыграть. Так он еще владеет всеми техниками. Он может петь плавно, может петь отрывисто, может петь спокойно, а может мочить ноты, как сам не свой, и издавать такой гигантский, ничем не соизмеримый звук, сохраняя при этом динамику на протяжении всей песни. И это не звучит как-то вымучено. Это звучит вполне естественно. Мурашки, мурашенцы. Я вообще думала, у меня челюсть отвалится от этого парня. Это же аномально. Знаешь, мне кажется, после такого у всех пропадает желание стать певцами. Он только что уничтожил всякую мотивацию заниматься пением, но вы это, не опускайте руки. Просто этот парень, он исключение. Я не знаю, как он это делает. И кто бы ни был его учителем, или если он сам себе учитель, он просто фантастический. Он фантастический. Тебе он понравился. Да я люблю его. Я даю ему все десять баллов. За это выступление я даю ему наивысшую оценку. Надеюсь, он продолжает петь и будет долго еще нас радовать. Главное, чтобы он берег свой голос. Я просто не понимаю, как он издает такие звуки, не повреждая при этом что-то. Понятно, что нужно открывать рот наизнанку и быть расслабленным. По его виду, он не совсем-то и напрягается. Высший класс. Конечно. Круто-круто. Прекрасно. Давай-ка я сниму это с тебя. Вот, держи. Только не оторви мне волосы. Я будто бы прокатилась на американских горках. Да, это было поразительно. Вот такая чудесная реакция моей мамы. Если вам понравилась реакция, то не забудьте поставить жирный лайк. Если вам нравится мой контент, прошу вас подписаться. Всем хорошего дня. И я хочу сказать вам, то есть мы хотим сказать вам, пока. Всем спасибо за внимание. Я постараюсь порадовать вас еще одним новым переводом до конца уходящего года. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok